Всем привет, ребят! Сейчас в игре очень много новичков и вернувшихся игроков, и в тематических дискорд-сообществах появляется все больше и больше вопросов об актуальности тех или иных сборок. Я решил сделать несколько видео, первое из которых будет об актуальных PvE-сборках на Fresh Start Server, и когда-нибудь потом мы поговорим о PvP-сборках на тоже Fresh Start Server. Не буду вас долго мариновать, потому что я уже представляю, что видео в лайв-формате будет довольно длинным, так что давайте просто скажем спасибо вот этим вот гигачадам-героям, благодаря которым выходят новые ролики на канале, и перейдем к основной части. Прежде всего я хочу вам просто посоветовать играть на том, что вам нравится, да и не парить мозги со всякими сборками. Просто зайдите на YouTube, посмотрите различные мувики, геймплей тех или иных сборок, и подберите там несколько оружий, которые будут сочетаться по характеристикам. Например, там, рапира-копье или копье-лук, естественно. А о том, чтобы париться, что вас не возьмут в какой-то контент, или что вы будете прям насасывать в PvP или в PvE, об этом не напрягайтесь. В New World всегда можно подобрать и изменить по-быстрому билд, и прокачка нового оружия занимает, ну, порядка двух часов. На канале есть ролик о том, как быстро прокачаться, и я сам недавно прокачивал у себя будет перчатку на майне. Так что просто не парьтесь, посмотрите геймплей, да и всё. Но, естественно, если вам интересна прокачка от А до Я, как стоит прокачиваться с первого по, там, какие-то нижние уровни, то смотрите ролик дальше. И начнём мы с хила. Мне довольно импонирует этот класс, за счёт того, что он сейчас может и наносить довольно приличное количество урона, и сам по себе довольно сильно отхиливаться, да и, в принципе, востребован везде нужен. Если раньше все хилы прокачивались через хатчет плюс лайфстав, потому что урон наносить им, в общем-то, было нечем, то теперь у нас есть войд-перчатка. Левая ветка войд-перчатки наносит какое-то сумасшедшее количество урона, даже если вы прокачиваетесь через фокус. В начале я бы прокачивался через вот по такому билду, 50 на 50 интеллект и фокус, ну и что-нибудь там закинуть в консту. А дальше уже, когда мы начнём бегать в свои первые инсты, соответственно, это на 45-м депс, на 55-м династия и там уже на 60-м генезис лазарус, мы уже перекачиваемся вот в такой билд. Соответственно, это наша главная хилка, которая наносит урон и отхиливает всех союзников в АОЕ. Это и скилл, который увеличивает урон нашим союзникам. Это и баф на противника, за счёт которого наши союзники лайфстилятся от нанесённого ему урона. К тому времени, соответственно, мы перебрасываемся уже полностью в фокус и играем чисто через фокус и консту. По лайфстафу на самом деле всё довольно консервативно. Сейчас играют через вот эти два скилла. А третий скилл на выбор — это либо Orb of Protection, либо Beacon. Для себя я выбрал, что я, наверное, для начала буду играть через Beacon, потому что у него выше кулдаун, соответственно, я буду меньше его применять, меньше пить банок на ману, потому что вначале это будет дорогое удовольствие. Но если вам всё-таки понравится больше играть через арбу, то выбираем примерно вот такой билд. И погнали дальше. Ну и раз уж я начал с хила, то давайте сразу продолжу танком. Поначалу мы играем примерно через меч и щит вот через такую ветку, через лёгкие доспехи. Как можно больше вкладываемся именно в силу. Вообще, примите за правило, что на прокачке нужно как можно больше вкладываться в урон. Выживаемость там не важна. Если вы можете всё доджить от мобов, то вам-то, в принципе, и лёгкого сета достаточно с нулём консты. Но если вы будете умирать, прям на прокачке вам будет душно, вам будет тяжело, то, естественно, можете перейти там на медиум сет и чуть-чуть вкидывать в консту. Вот с этим билдом мы прокачиваемся. Это, соответственно, более дамажная версия через меч и щит. А со временем уже, когда мы тоже как с хиллом начнём ходить в инсты, мы будем перекачиваться вот в такую версию. Соответственно, это у нас будет две игры. Это будет липинг страйк, который просто сокращает дистанцию и... Ну, сокращает и создаёт дистанцию между вами и противником. Мне очень нравятся такие скиллы на всех классах. И, соответственно, выходим в ульту, потому что вначале у нас все будут голожопые. И чтобы ваши персонажи, ваши союзники в миле зоне получали не так много урона. По поводу второго оружия для танка у нас есть несколько опций. И больше всего мне сейчас нравится хатчет. Потому что с хатчетом будет приятно прокачиваться. Играя через берсерк, он наносит огромное количество урона. Ну и, соответственно, уже в эндгейме, когда вы более-менее прокачаетесь, берсерк — это наша основная игра. В общем-то, по хатчету ничего особо рассказывать-то и не нужно. Вот эти скиллы, вот эти пассивки, они, в принципе, работают как и на прокачке, так и вот в эндгейме, когда от хатчета нужно просто использовать берсерк, агрить всех вокруг и становиться в щит. Так что, как-то так. И раз уж я затронул хатчет, давайте я им и продолжу. Следующая сборка — это хатчет плюс грейтакс. Довольно приятная сборка для инстов. Во всех инстах он нужен, во всех инстах он полезный. Во время прокачки мы, опять же, прокачиваемся через тот же самый билд, через феррал раш, берсерк и все такое. В грейтаксе мы прокачиваемся через рип, который наносит приличное количество урона, и через мейлшторм. Тоже очень приятный скилл. Ну а чардж, он просто всегда хорош, опять же, по аналогии с липинг страйком. Со временем, когда мы уже начнем ходить в инсты, когда мы уже начнем собирать мобов, мы, соответственно, перекачиваемся примерно вот в такой билд, потому что в инстах феррал раш он не так полезен, а вот этот скилл накладывает рент, который увеличивает урон по противникам. Ну и просто у нас... Я беру и здесь эту опцию, и здесь. Соответственно, это опция метания топоров, метания хатчетом. Она мне очень нравится, потому что на некоторых боссах, в некоторых инстах есть очень неприятные обилки, под которыми в мили-зоне неприятно переживать, не очень приятно находиться, особенно если у вас нет опыта игры. Здесь хоть мы и наносим меньше урона, в принципе, чем в мили-зоне, но все равно мы будем жить стопроцентно. Поэтому я прям люблю перекачиваться вот примерно так для инстов. Ну и, соответственно, Great Axe мы тоже меняем. Рип нам уже в это время не так нужен. Основная наша фишка в инстанциях — это чтобы играть через Gravity Well, чтобы паки мобов собирать прям очень кучно, а потом сильно их заливать мейлштормом. Естественно, все это время мы качаемся через силу. Во время прокачки, опять же, стараемся играть через Light Set, а потом уже, когда начнем ходить в инсты, уже чуть попозже играем через Medium Set. Если у вас прям хорошо получается играть через Medium Set, вы не получаете урона, то спекнетесь в Light и попробуйте себя в Light. Опять же, как можно больше силы, как можно меньше консты. можете не стесняться взять себе 300 силы, там 100 консты и вкинуть какие-нибудь 50-100 атрибутов в Дексу, потому что Hatchet скалируется через Дексу, и там тоже приятные бафы за 50 дополнительного, за 50 характеристик. Продолжим тему Hatchet еще одним PvE-шным билдом, который мне очень нравится. Это Hatchet плюс копье. Опять же, с Hatchet начинаем все так же, продолжаем так же. На мой взгляд, ничего не меняется, но добавляется вместо Great Axe копье, и абсолютно и полностью меняется наша роль. Основной принцип копья состоит в том, что мы бросаем скювер, бросаем на противника bleed, после этого делаем перфорейт, а перфорейт увеличивает входящий по противникам урон. После делаем додж и вулт кик. И за счет нескольких пассивок мы сбрасываем кулдауны, соответственно, у нас перфорейт и скювер очень быстро восстанавливаются, и все делаем по новой, все, в общем-то, крутим по новой. Но будьте аккуратны, потому что у перфорейта просто ужасная анимация, которую нельзя отменить. Разработчики в одном из обновлений писали, что в одном из патчноутов, что теперь в перфорейт можно отменять, но на самом деле как не работало, так и не работает. И в каком-нибудь даже депсе, в самом первом данже, в который вы вполне вероятно пойдете, можно отхватить от капитана торпа локтем в бороду и отправиться сразу на респаун. Поэтому, опять же, не стесняйтесь метать топоры. Этот билд мне очень нравится за счет того, что у нас здесь есть траст урон, в копье траст урон, который наносит на 40% больше урона по караптам. А по мейн-квестовой цепочке караптов будет очень много. Да и, в принципе, караптов в инстах очень много. Но, опять же, билд через Great Axe у них вот с этими билдами немножко разные роли. Старайтесь, как и в предыдущих версиях, играть либо через лайт, либо через медиум сет, смотря в каком вам приятнее играть, но уже по прокачке, по вложенным поинтам, вложите как минимум 150 поинтов в дексу. То есть, 150 дексы, плюс там 150 или даже 200 в силу, и там 100-150 в консту. За вложенные 150 атрибутов в дексу, у нас доджи, наши шифты будут стоить на 10 стамина меньше, и это просто огромный баф, это прям очень важно как для PvP, так и для PvE, поэтому не стесняйтесь вложить как можно больше в дексу, потому что и хатчет, и копье скалируются через дексу. У вас будет в любом случае больше урона, в уроне вы сильно не потеряете. Ну и, соответственно, следующий билд, который уже переходная стадия между хатчетом и копьем, это у нас Great Axe плюс копье. Опять же, как и в прошлый раз, мы прокачиваемся вначале через Great Axe вот так, переходим уже со временем в Great Axe вот такой, но в копье все по дефолту, как на прокачке, так в принципе и везде. Опять же, благодаря тому, что копье это наш мейн урон будет, мы прокачиваемся через 150 дексы, и потом уже вторично мы бросаем там 150 или 200 в силу. Да, в хатчете мы потеряем довольно много в уроне, но здесь не в хатчете в Great Axe. Мы потеряем довольно много в уроне, но здесь он нужен не ради урона, а ради как раз таки стяжки и притяжки, потому что благодаря вот этим двум скиллам в принципе ваши пачки в инстах будут заливать очень сильно мобов, очень быстро расправляться с паками, а благодаря ренту в копье вы будете расправляться очень быстро с боссами. Поэтому вот такой билд, который играется через 150 дексы, там 150-200 силы и остальное в консту, он очень неплох, как в принципе во время прокачки, как в начальных инстах, так и в лейтгейме многие с ним играют и вполне себе неплохо себя чувствуют. По сету, соответственно, все аналогично, как и в предыдущие разы. Ну и немного подушнил я вас физбилдами, физмилибилдами. Давайте перейдем все-таки немножко на магическую сторону, чтобы было все не так однобоко. Поэтому давайте поговорим о первом билде. Это воид перчатка плюс айс перчатка. По воид перчатке на самом деле все довольно просто. Здесь, естественно, мы играем через воид блейд, мы играем милизоне. Естественно, нам в любом случае нужен будет обливион, потому как он увеличивает урон нашей пати, да и в принципе нам во время прокачки будет неплох. Ну а скрим мне опять же нравится, потому что он и стагерит, и привязывает. Ну, в общем, просто нечего взять, кроме вот этих скиллов. По айс перчатке. Есть несколько способов прокачки. Естественно, в пвп берут тамбу, сейчас в пвп берут все через айс шторм, айс шовер и тамбу. Некоторые играют через вайн чилл, он тоже наносит много урона, но я выбираю вот этот сетап через айс пилон. Это, соответственно, многие знают, просто ставят палку, которая наносит периодический урон. Он немного ковыряет, 75% weapon damage, это, ну, скажем так, не сильно, не очень много урона. Но он со временем, если вы поставите его куда-нибудь на босса, он, соответственно, бьет, потихоньку бьет, бьет понемногу, по чуть-чуть, и в конечном итоге он наносит довольно приличное количество урона. Айс шторм мы берем по дефолту, потому что, заливая паки с мобами, он наносит довольно много урона. Тут, с одной стороны, цифры урона будут небольшими, но они выходят, вылетают довольно часто. Айс шовер это выход в рент, очередное усиление урона на 10%, и, ну, в общем-то, очень приятный скилл для того, чтобы просто контролить мобов. по каким-либо замечаниям, я могу сказать, что мы сначала ставим айс пилон, потом из айс пилона мы, соответственно, будем в подмороженной области, из нее мы ставим айс шторм, у него будет кулдаун меньше, ну, это вы, наверное, и сами разберетесь. Играем через фулл интеллект, вкладывать фокус ничего не надо, играем там 300 или даже 350 инт, сколько вам будет комфортно фокус, ну, и в этом случае уже, наверное, медиум сет будет не так профитен. Лучше всего играть все-таки через лайт сет. Конечно, если вы прям умираете, берите медиум, но лично мне опция лайт сета вот как раз-таки в этом билде, ну, она очень нравится. У перчатки, у обеих перчаток просто огромный урон, в особенности здесь, и играть с ним через медиум сет, ну, лично мне кажется преступлением. Ну, и логично, следующей на очереди у нас будет фаерстав плюс айс перчатка. В айс перчатке я все оставлю по дефолту, как и в прошлый раз, я уже объяснил почему, а вот в фаерставе расскажу мне немного поподробнее. На самом деле, сейчас многие играют через ветку пиромансера, она наносит какое-то сумасшедшее количество урона через, в особенности, флейм травер. С одной стороны, вы стоите просто, просто юзаете один скилл, стоите, смотрите на мобов, ничего не делаете, но почему мне не нравится с ним играть, потому что на него уходит очень много маны и даже вот эта пассивка вас, в общем-то, не очень спасает. По аналогии, как и с хиллом, я говорил, что вначале будет уходить много банок, они будут прилично стоить, поэтому лично мне этот билд не нравится. Мне кажется, что намного профитнее будет играть, как и просто во время прокачки, так и уже в инстах, это через вот эти два скилла, потому что, ну, в принципе, через левую ветку, потому что в ней есть, в каждом из этих скиллов есть последние пассивки, которые будут восстанавливать вам ману в зависимости от попаданий. У нее есть пассивка на восстановление маны при хэви-тычке, сами хэви-тычки у нас идут бесплатные. В общем-то, мне вот как раз-таки эта концепция с мана-сустейном очень нравится во время прокачки. Потом уже, когда вы там закупите себе банками, прокачаете аркану, уже можете их там покатопить и играть через флейм-травер, стоять, ничего не делать. Опять же, как с липинг-страйком, как и с чарджем, мне очень нравятся скиллы, которые сокращают дистанцию к противникам, с противниками, ну и разрывают ее, поэтому я беру бирнаут. И к тому же бирнаут наносит вполне себе неплохое количество урона, вешает бирнинг и сбрасывает скиллы других скиллов, кулдауны других скиллов. Но есть также вторая опция, это выйти в инсценирейт. Этот скилл наносит какое-то сумасшедшее количество урона, вешает на противников поджог, но опять же, все упирается в ваш мано-сустейн. Если вы успеваете дать сбросить вот эти два скилла, между ними вставлять хэви-тычки и вставить где-нибудь в это время инсценирейт и не просаживаться при этом всем по мане, то тогда естественно попробуйте в ПВЕ играть через него. Но если не получается, то даже не пытайтесь. Лучше взять вот этот скилл и когда-нибудь там по мелочи юзать его, чем брать инсценирейт и в итоге просаживаться в самый ответственный момент. По прокачке опять же через 300 инты, инта конста, но в этом случае иногда есть смысл брать 50 дексы ради пассивки на крит шанс. Это все довольно спорно. Опытные маги, кто-то играет через 350 инты, кто-то играет через 300 инты 50 дексы, это у каждого свое. Можете попробовать сами, посмотреть, чаще ли вы будете критовать, там все зависит от сборки в кольце, в оружии, какие, где перки, ну в общем, это уже не важно, это прям минмаксинг, о котором вам думать пока что рано. По поводу брони, естественно, это легкий сет, как и в прошлом случае, здесь уже медиум сет вам ну никак не нужен, через хэви сет, тем более мало кто играет. Даже в пве, если вы еще не ходите мутации, легкий сет по-любому, да и в мутации тоже магам легкий сет, потому что, ну на 20% больше урона, это очень важно, это очень приличный баф для демедж-дилеров. А я знаю о чем вы сейчас думаете. Колд, я пришел поиграть с Грейтсвордом, а ты мне не советуешь этих билдов, я хочу играть с двуруком. Ну и я вам могу кое-что предложить. Естественно, говорить о том, как это будет играться пока что рано, потому что по-нормальному двурук в ПВЕ, да и в ПВП в принципе тоже, мы еще не тестили, но я расскажу, как это видится мне. Во-первых, это вот такая прокачка через правую ульту, которая нас будет хилить в зависимости от нанесенного урона. Начинается, все играется в принципе, Грейтсворд играется через комбы. Начинается все с Рентлис Раша, которым мы проходим через противников, соответственно, собираем небольшие паки мобов. Мы после этого переходим в хэви-стойку, в атакующую стойку, в онслоуд. После этого юзаем нашу Агру, которая притянет противников к вам, соответственно, вы будете уже, уже сагрите их, они уже будут на вас. Старайтесь после этого дать хэви-тычку, которая будет с вот этим бафом, которая будет еще и блочить тычки. И после этого, уже после тычки, становиться вот в этот блок. Блочим три удара, отбрасываем всех противников в стороны и еще немножко от этого захиливаемся, потому что будет из Define стойки. На самом деле сейчас довольно сложно говорить о том, как это будет работать, потому что непонятно, насколько хорошо будет блочиться урон, насколько хорошо будет стамина работать. Понятное дело, что мы, если мы танк, мы играем в хэви-сете, но у Грейтсворда стамина блок, блок стабилити примерно такой, как у среднего щита, поэтому пока что сложно говорить, насколько хорошо это будет играться. если это будет играться прям плохо, то надо будет уже думать насчет того, чтобы брать Sword and Shield и играть через правую ветку здесь, возможно, даже на боссах, возможно, мы сможем играть на каких-нибудь мелких мобах на трэше через вот это, через Грейтсворд, а уже там на боссах брать полноценный Tower Shield и, соответственно, стоять в блоке. Но есть еще один билд, он немного более дамажный и немного более активный, и мне кажется, что он даже будет лучше работать, чем предыдущий, потому что, в общем-то, мы выживаемости не сильно-то и теряем. Заключается он, в принципе, в той же комбе. Мы так же само делаем Rantless Rush. После этого мы делаем Heavy Тычку. Соответственно, благодаря тому, что мы играем через левую ветку, Heavy Тычки у нас заряжаются быстрее в Onsloat и откатывают кулдауны. Соответственно, вот мы просто одной Heavy Тычкой уже сбрасываем там, грубо говоря, две секунды. После этого, опять же, из-за атакующей стойки мы юзаем нашу Агру, которая притянет противников. Юзаем еще одну Heavy Тычку, которая уже будет не лайфстилить, а сбрасывать кулдаун на два скилла. После этого становимся в дефающую стойку. Опять же, из дефающей стойки отбрасываем противников, немного лайфстилимся за счет этого. И после этого опять юзаем еще одну Heavy Тычку. Соответственно, к этому времени у нас уже, скорее всего, откатится Rantless Rush. Юзаем опять его, за счет него опять же хилимся и крутим камбу по новой. Немного более активная версия прошлого билда. Опять же, все то же самое. Теряем немного в отхиле из вот этой пассивки, зато получаем довольно хороший кулдаун редакшн. Мне кажется, вот этот билд будет работать получше. В принципе, если Great Sword будет работать как танкующий билд, как танкующее оружие. Если он будет прям хорошо работать, хорошо танчить, вторым оружием можно взять тот же Hatchet, потому что в Hatchet довольно неплохой берсерк, довольно неплохой агр-берсерк. Либо если не Hatchet, то можно будет брать Warhammer в Warhammer прокачиваться примерно вот так. Ну, в общем-то, просто самое главное брать вот эти два скилла. Соответственно, вот это просто агр, а вот это Disable. И, грубо говоря, мы там сначала идем на мобов, идем на паки, сбрасываем агр и юзаем, опять же, крутим эту комбу. Потому что во время прокрутки комбы переключаться на другое оружие для того, чтобы просто юзнуть какой-нибудь скилл, это смертный приговор из-за того, что мы сбрасываем вот эти ветки и, соответственно, вся наша комба руинится, всю нашу комбу приходится начинать сначала. И даже, когда вы начинаете сначала, лучше все-таки ведь начать ее из дефающей ветки, чтобы немножко дозахилиться. Ну, в общем-то, такой вот мне видится танкующий билд. А еще одним вариантом игры через Great Sword, только на этот раз через дамажащую ветку, у нас будет примерно вот такая прокачка. Проще сказать, какие скиллы мы здесь не берем. Это скилл, который увеличивает наш урон на 20% по противникам, у которых больше 90% хп. Это скилл, который переводит при переходе в Onsload ветку, дает нам 100% крит шанс в течение 5 секунд, а мы практически всегда будем в ней находиться, поэтому это не очень хороший скилл. И, когда мы делаем хэви тычку, нас переводит в Onsload ветку, а мы, в принципе, и так, нам есть чем ее затриггерить, мы всегда в ней и так будем. В замену этого мы можем взять пассивку, которая после последнего удара из нашей ветки либо легких, либо тяжелых атак уменьшает наши кулдауны, сбрасывает кулдауны, которая увеличивает наносимый нами урон за каждый баф на персонажа, и которая при хэви тычке навешивает на противниках блит, который, ну, на самом деле наносит довольно большое количество урона и стакается до 5 раз. Мы получаем очень приятную вещь в плане того, что мы будем вешать 2 стака рента на противников, каждый рент по 5%, соответственно, будут получать на 10% больше урона. Этот скилл наносит довольно неплохое количество дамага. Последнюю пассивку можно не брать, но вместо нее, в общем-то, особо-то и нечего взять на самом деле. И вот этот скилл наносит просто какое-то колоссальное количество урона по боссам, по мобам и к тому же он имеет грит. Поэтому его взять будет очень полезно. Наверное, он будет прям приятным дополнением к дамажащему билду. Вторым оружием можно взять опять же Great Axe. Вообще, в принципе, основная суть в том, что вы будете бить веткой Onsload и у вас когда-нибудь будет заканчиваться стамина, соответственно, в этот момент лучше переключиться на что-то другое и со второго оружия уже юзать скиллы. Можно использовать Great Axe. Опять же, в таком случае у нас будет прокачка через через фул 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 силу. Можно взять Хачет. В таком случае у нас будет прокачка через 150 дексы 200 силы и остальное в консту. И можно взять Копье. Копье мне очень нравится, потому что у него еще больше будет рента, потому что оно еще больше будет накладывать на противника блит, и потому что у него отличный стамина сустейн. Когда вы просаживаетесь по стамине, просто переключаетесь на Копье за эти два скилла и переключаетесь обратно уже практически с фуловой стаминой. В общем-то, сказать точно сложно, с чем будет лучше играться, но вот как-то так в дамажащей ветке в эти скиллы я практически полностью уверен. Есть вариант играть через вот этот скилл, но не знаю, мне вот здесь нравится больше. Вот этот скилл наносит колоссальное количество урона, вот этот скилл просто полезен своим рентом и довольно высоким ДПСом. Единственный спорный вариант это вот эта пассивка, может быть, вместо нее лучше вложиться в что-нибудь другое. Ну, а на самом деле это все, наверное, о чем я хотел сказать, какие я хотел вам рассказать ПВЕ билды. Вы можете посмотреть время, какое было в начале ролика и какое сейчас, то есть даже такие ролики с импровизацией записываются не за один раз. И я понимаю, что некоторые билды, я в них не учитывал различные перки на скиллы, различные перки на оружие, но сами поймите, это все-таки видео для новичков и если учитывать все и сразу, то в таком случае надо будет под каждый из этих билдов делать отдельный ролик, отдельное видео. Не забывайте о том, что в описании под роликом будет ссылка на дискорд гильдии гринд из гуд, которая будет, которая является самой крупной гильдией на фреш сервера. Не забывайте о том, что там же будет ссылка на бусти. Огромное спасибо тем, кто поддерживает меня. И до встречи на просторах Атернума! Корректор А.